Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. 70 миллионов на развитие производства в горах после конкурсного отбора в республике определяют победителей на получение гранта. Топливо растет в цене, но снижается его качество. Эксперты снова забраковали бензин на многих дагестанских заправках. Об этом сегодня в выпуске. Воздушный бой с крылатым вредителем против марокканской саранчи применили авиацию. В 29 селах Дагестана в этом году откроются новые фельдшерско-акушерские пункты. 19 из них будут возведены за счет федерального бюджета, остальные 10 – на средства региона. Медпункты устанавливают в тех районах, где самая острая необходимость в их открытии. К 2024 году сеть ФАПов охватит все сельские территории республики. В прошлом году пункты появились в 20 селах. Они оснащены всем необходимым для оказания плановой и экстренной помощи, соответствуют современным требованиям. Главврач больницы Избирбаша Джабраил Магомедов поблагодарил муфтият за оказанную помощь. Накануне состоялась встреча коллектива врачей с заместителем муфтия республики Абдулой Салимовым. На ней руководитель медучреждения выразил признательность духовному лидеру Дагестана за аллею, названную в честь врачей, а также за предоставленные под нужды здравоохранения здания местного медресе и ощутимую помощь, оказыванную медперсоналу всей республики во время эпидемии. Огромная благодарность вам и муфти Дагестана Ахмададжа Фанди. Такую помощь вы нам оказали. Я думаю, это не каждый может такую помощь оказать. Благодаря вам мы вышли, можно сказать, с этой ситуации. В ходе встречи Салимов обратился к врачам со словами благодарности за их самоотверженный труд. Далее обсудили план совместной работы. Главврач передал заместителю муфтия благодарственное письмо на имя муфтия республики шейха Ахмад Ахмаджа Фанди. В Дагестане 43 АЗС продает некачественное топливо. По данным Росстандарта, республиканские заправки не прошли очередную проверку на соответствие качеству заливаемого топлива установленным стандартом. В прошлом году было обнаружено около 100 АЗС, где заправляли фальсификатом. И больше всего претензий от экспертов в республике было к качеству дизельного топлива. Сулейман Керимов вошел в топ богатейших россиян по версии Форбс. Состояние сенатора Дагестана достигло 18,5 миллиардов долларов, почти удвоившись за последние 4 месяца. Все это благодаря росту стоимости акции золотодобывающей компании «Полюс», принадлежащих его семье. По данным издания, это лучший результат среди всех российских миллиардеров за период пандемии. Последний раз сенатор входил в десятку ежегодного рейтинга в 2008 году. 70 миллионов рублей на поддержку производства в горных районах. Такую сумму власти республики направят на развитие промышленности. Действующая госпрограмма предусматривает конкурсный отбор заявок для предоставления субсидий, гранта, единовременных выплат. Прием заявок на конкурс планируется провести в августе. Победители определят до конца октября этого года. Об этом сообщил журналистом министр экономики и территориального развития Дагестана. Наша программа – это несколько мероприятий, которые обеспечивают поддержку мелкого бизнеса, мелких производств. И мероприятия, которые не предусмотрены в других отраслевых программах. К примеру, развитие сельского хозяйства, развитие туризма. Там другие программы, которые реализуются отраслевыми ведомствами. Кстати, с участием федеральной поддержки. Поэтому, на наш взгляд, те объемы, которые сегодня, в текущем году предусмотрены, они отличаются существенно от тех объемов, которые ранее предусматривались. За счет этих средств собираются решить несколько задач. В том числе, будет приобретено оборудование по производству пищевых товаров. Также средства пойдут на строительство малогабаритных теплиц и логистических центров хранения продукции. В гуманитарно-педагогическом колледже выпускникам вручили дипломы. Это уже 12-й выпуск студентов этого учебного заведения. В этом году среднепрофессиональное образование получили свыше 200 студентов. Разделить радость ребят, получивших путевку в профессиональную жизнь, пришли представители Министерства и ведомства Республики. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Торжественное мероприятие началось в национальной лесгинке. Далее ведущий программы Султан Трамов предоставил слово почетным гостям. В Республике есть много частных образовательных организаций, но колледж, гуманитарно-педагогический колледж, надо сказать, что ведет образовательную политику правильно. Здесь идет образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. Здесь не только обучая детей хорошо, здесь в том числе ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию наших детей. Муфтияту Республики Дагестан, за что им огромная благодарность, удалось создать университетские комплексы, чего не удалось государственным вузам. Два детских сада, две школы, два колледжа, прекрасный башлановский колледж, я их тоже люблю и обожаю, два вуза. Вы понимаете, выстроена образовательная параллель, которая не удалось выстроить ни одному государственному вузу Российской Федерации. Выпускникам пожелали успехов на жизненном пути и вручили долгожданные дипломы. Одни из них собираются продолжить обучение в высших учебных заведениях, а другие сразу же трудоустроятся. Этот колледж дал очень многое. Здесь за четыре года я повзрослела. Преподаватели просто прекрасные люди. Всегда готовы поддержать, дать совет, дать знания в конце концов. Здесь прекрасная профессиональная база. Отсюда можно выйти прекрасным специалистом. Хочу поехать в село, там работать учителем начальных классов, и поступить дальше в ДГПУ. Там же подобрать факультет учитель иностранных языков. ДГПК является лауреатом Всероссийского конкурса 100 лучших колледжей России. Эксперты считают, это учебное заведение одним из самых успешных профессиональных образовательных учреждений Дагестана. И более того, для нас важно, для Дагестана, то, что здесь дает и светское, и религиозное образование. Это почему важно? Потому что мы знаем, какие процессы происходят сегодня в Республике Дагестан. Здесь самая большая мусульманская умма, и мы должны знать свои основы, основы своей религии. И именно вот это то, что в других учебных заведениях недостаточно получает, именно вот здесь, в нашем колледже, это дает, скажем так, на уровень со светским образованием. Поэтому в этом отношении они тоже востребованы, выпускники гуманитарно-педагогического колледжа. И уверены в том, что они внесут свою лепту и в социально-экономическое развитие Республики Дагестан, и в спокойную общественно-политическую ситуацию, потому что тот, кто знает религию, он никогда не отступится, его никогда невозможно завербовать. Образование студента и этого вуза получают по нескольким востребованным направлениям, которые помогут им найти свое место в жизни и работать во благо общества. Всего профиля обучения шесть – информационные системы программирования, экономика и бухгалтерский учет, социальная работа, дошкольное образование, преподавание в начальных классах и дизайн. Выпускается в этом году более 200 выпускников, студентов. Они, большинство из них уже трудоустроены, то есть, проходя практику, очень много было приглашений, разные организации, госучреждения, а часть из них уже планируют продолжать учебу в вузах России. Многие уезжают, многие продолжают учебу в Дагестанском гуманитарном институте, в педагогическом университете. Так что мы за своих выпускников спокойны и очень рады за их будущее. В Дагестане продолжается противосаранчевая обработка сельхозугодий. Химзащитные мероприятия охватили более 100 тысяч гектаров. В текущем году на севере республики отрождение марокканской саранчи было замечено уже в мае. Тогда и была начата борьба против вредителей, которая продолжается по сей день. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Работают на земле и с воздуха. Авиация в борьбе с саранчой играет важную роль. Так половина зараженных площадей обрабатывается именно посредством самолетов. За один полет такое воздушное судно способно обработать до 50 гектаров пашни. Здесь еще есть преимущество обработки самолетом. Вот эти стенокосы везде, которые мы не успели косить. Если нам пришлось, мы сейчас вот эта наземная техника все это обработать. И сколько мы так нанесли ущерба. Авиация достает вредителей там, где бессильно другая техника. Однако все же ежегодно остаются необработанными около 20 тысяч гектаров. Связано это с водным кодексом, запрещающим проводить химзащитные мероприятия на водоохранных зонах. В частности, это прибрежные территории Каспийского моря и Очекольских озер. Оттуда насекомые могут совершать миграционные полеты на сельхозугодие. Поэтому и приходится всегда быть на чеку и проводить очаговые обработки. Сообщили вовремя. Сообщили вовремя. У нас такого этого еще не было. Вовремя нам помощь тоже дали. Спасибо министру тоже и правительству, кто помог нам. Пока саранча, когда появились, мы сразу сообщили. На следующий день они нам помогали. Дали самолет тоже и лекарство тоже. Работы по очаговым обработкам сельхозугодии будут продолжаться. На данный момент в Дагестане на наличие саранчи обследовано более 350 тысяч гектаров. Из них выявлено 120 тысяч гектаров зараженных площадей. По тематам Анапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Побайуртовский район. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова